Привет, ребят. На самом деле, этот ролик будет без какого-либо юмора, петросянства и кринж. Я просто хочу побыть самим собой, а сам собой я всё так же лоботрясничаю, только в этот раз с пользой для души и тела. Dwarf Fortress! Это фэнтезийного мира симулятор. Буквально. В этой игре возможно абсолютно всё. Трагедии, радости, эпичные войны, глупости, негодяи и ужасающие чудовища из глубин, способные одним своим текстом и описанием вызвать у вас мурашки по коже. Конкретно в данном ролике я покажу кусочек жизни. Под моим командованием группа построит поселение, заживёт вполне успешной жизнью и потеряет всё, что у них есть. Это немного не так эпично, как хотелось бы, но смысл в том, что даже это будет весело. В первую очередь стоит создать мир. Зваться эта маленькая вселенная будет как Ширзыхлендс. Именно в землях Ширзыха мы с вами проведём не один ролик. Ох, рождение мира прекрасное. Я не вру, товарищи, глядите. Формируются горы, реки, дороги, цивилизации. Правда, возраст мира я поставил буквально небольшой, чтобы застать самые истоки. Теперь же стоит выбрать место, где будет основано наше будущее место бытия. Если вы играете в первый раз, то стоит очень тщательно обращать внимание на параметры. Лично я всегда стараюсь, чтобы под рукой были металлы для развития индустрии и почва для фермерства. Деревья тоже не помешают и желательно иметь источник воды под рукой. Ведь это утоление жажды и постоянный приток еды в виде рыбы. Сейчас, конечно, это может звучать сложно, но вы настолько войдёте во вкус, что начнёте строить поселение на вершинах гор без еды, воды и лишь с садистской улыбкой на лице. Следующим шагом будет снаряжение каравана. Вот они все. Зан Дастотобок, Зон Адильзер, Бомрик Фадхузол, Думат Стакудалушон, Ишум Мебзутхегеп, Нил Фабидатх и Метоп Дукимфикод. У каждого из этих товарищей свои характеры, внешность детальная, а с нашей рукой им ещё и небольшие скильчики могут накопаться. Сейчас я на этом не буду акцентировать внимание, так как под первым можно вообще с чисто рандомной группой зайти в путь дорогу. Разве что я чутка подзаколебался и назвал нашу группу Злые Орехи. Будущую крепость назвал Медвежий Конец, а символом является Чёрный Медведь, который страдает, кукошится и смеётся одновременно. Эх, это прекрасно. Так же прекрасно, как умение заниматься 2D и 3D моушн-дизайном. Онлайн-школа Contented поможет тебе научиться создавать крутой анимационный дизайн, моушн-дизайн и просто быть востребованным в наш век технологий. Уж поверьте мне, имея такие скиллы за плечами, вас с руками и ногами оторвут. А теперь немного подробнее. За несколько месяцев курса вы создадите 10 проектов с анимированной графикой в 2D и 3D с помощью After Effects и Cinema 4D. В вашей голове будут заложены понятия разных видах роликов. Вас научат применять техники монтажа в работе с анимационными кривыми, а также помогут выбрать свой стиль и знать, как выстраивать процессы заказчиками. Ну и самое главное, прямо во время обучения вы соберёте знатное портфолио, от которого у работодателя отвиснет челюсть. Именно в онлайн-школе Контентед тебе помогут с трудоустройством, подберут вакансии и подготовят к собеседованию. Поверь мне, выпускник без работы не останется. Эх, если бы подобное существовало чуточку раньше, то мне не пришлось бы как Фуфилу идти на преподавание германских языков, дабы потом пойти снимать всякий шлякный этапчик. Эх, а по промокоду ББей ты получишь колоссальную скидку в целых 45%. Угу, это считай почти половина. Контентед! Хватит откладывать, начинай действовать прямо сейчас. Все подробности по ссылке в описании под роликом. Пуф, ты в матрице. Шучу, не пугайтесь графики. Конечно, я мог бы накатить модов графических, но это все от лукавого. Настоящий дворф перешагивает через свои собственные барьеры. Вглядитесь, все очевидно просто. Вот речка, травушка, прудики и дворфы. Эти герои высадились на нужной местности и буквально готовы вкалывать как мне себя. Правда, тут же начались проблемы. Конечно, я могу начать строить избушки, склады и прочие здания, но на это уйдет множество времени и сил, ведь надо нарубить древесину, возвести все и т.д. Дворфы идут куда более легким путем и выкапывают себе будущее жилища. Так гораздо проще. До того момента, пока работяга не ударит киркой в сомнительно влажную стенку. За ней может скрываться источник воды, как, например, подземные воды. Это нехорошо. Копать в таком месте опасно, а строиться так тем более. Я решил поискать обходные пути к сухой толще земли. Для этого я направил копательную бригаду на пару уровней ниже на окраине карты. С горем пополам, мы так и докопались до каменных пород. Теперь на будущее у нас есть место для подземной крепости, а пока что я начну с малого. Обустроюсь в песчаных пещерах около поверхности, налажу производство, обеспечу народ едой и параллельно буду потихоньку добывать камень для будущих построек. В теории все это звучит очень даже прекрасно. Для начала я обустроил плотницкую мастерскую и нарубил древесину. Не хочу пока что тратить камень. Тем более его таскать долго, двор фустан. Плотник же нарубал мебель для будущих апартаментов главы нашей экспедиции. Забота о начальнике превыше всего на данный момент. Хотя потому что ныне я все заказы на производство мебели и еды делаю вручную. А так мне достаточно будет сделать заказ, который в дальнейшем оформит глава экспедиции, на которого я повесил обязанности менеджера и завхоза. Работа нелегкая. Теперь я буду массово производить двери, кровати, шкафы и прочую мебель для будущих жилищ. Древесины так много, что я даже решился на достаточно необычный проект. Постройка таверны на поверхности земли. В этом месте дворфы будут собираться в свободное время, есть, пить, а заодно это будет местное обитание будущих гостей заморских. Идея хорошая, хоть и завершена будет не скоро. А пока что радуемся, в нашем полку прибыло. Некоторое количество мигрантов явилось к нам в надежде на лучшую жизнь. Они готовы помочь всем, чем смогут, но я бы не особо радовался. С каждой новой порцией мигрантов учитывайте, что это новые рты. Претенденты на новые жилища, а еще дополнительные усложнения иры. Сложно контролировать большую колонию. Жизнь в песчаном медвежьем конце кипит. Плотник работает из последних сил. Повар уже который день готовит мидии. Да, мидии на завтрак, мидии на обед, мидии на ужин. И так каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Можно было бы и мясо готовить, но на охоту банально нет времени. Надо работать. Строить таверну, обеспечивать дворфов жильем. Но рутина была прервана. Нас попытались ограбить мерзкие кобальты. Неприятные существа, но злоба не отличается. Воспринимайте их как бегающих разумных ворон, что могут незаметно украсть еду, сережки, золото, ребенка. Такое тоже бывает. Это попытка выростов вынудила меня прибегнуть к механике солдатской. Из имеющихся работяг я создал отряд оболчения, что в свободное время работают, а когда надо и с ноги дать могут. Так происходит драка. За этой скромной графикой скрывается множество разных действий, боевых и ударов опасных. Особенность становится понятнее во время чтения логов. Допустим, наш лидер экспедиции Зан-Достатобок Ушатал кобальта киркой по голове А следом подметил, что смерть ужасающая штука Это было первое убийство А на ужин снова подавали мидии Дворфы достроили таверну До этого их местом туса и сходок был обоз На котором приехали первые поселенцы Теперь же они чилят под крышей на поверхности Тут дворфы и гости сыных земель могут попить пиво, вина, воды И даже потанцевать, послушать музыку, рассказы Что еще для счастья нужно Следующим этапом развития стало знаменательное событие Один из рудокопов нашел огромные залежи серебряной руды И это прекрасно Наконец-то у нас появилась возможность создавать полноценные товары массового спроса Как, например, драгоценности До этого мы как бы их тоже делали Но делали мы их из ракушек из-под мидий В любом случае серебро стало поводом для расширения нашего поселения Ныне у нас есть кузни, цепловильни и прочие мастерские полезные Морально готовимся к новым источникам дохода Еще мы наткнулись на подземные пещеры Эта местность может быть очень опасной Так что пока что туда не ногой Вместо этого я тренирую ополчение на стаиках кенгуру Я вырабатываю в ребятах ярость и силу духа И это действует Понять это можно, если поглядеть на один из трупов кенгуру Он буквально лежит в луже своей крови И блевотины А еще один из борцов дабы победить кенгуру Укусил соперника в голову, прорываясь сквозь мускулы и жировой покров Люта Казна же пополняется серебряными монетами собственного производства Приходят новые мигранты, а мидий на всех не хватает Именно в такие моменты я радуюсь Ведь для меня это повод порофлить Я убиваю весь скот, кроме самцов Нет, 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 нет Быков и прочих мужчин я кастрирую И лишь потом рублю на мясо Просто чтобы жизнь медом не казалась Так, вроде дела идут очень даже хорошо Огронниками идет активный сбор фруктов и ягод для алкогольных напитков Жители эти самые напитки пьют сугубо из серебряной посуды Еще у нас появился свой собственный шериф с отдельным жилищем Он мне, кстати, не нравится Плюс жилища я начал строить для гостей заморских будущих наемников Хочу, чтобы жили они в многоэтажке из чистейшего мрамора Кстати, а вот и торговцы приехали Наконец-то мы сможем продать товары нашего производства И накупить много необходимого Как, например, семена, вкусности всякие И слитки металлов, коих у нас пока нет Вроде бы все прекрасно, подумал я и тут же пришел к мысли А ведь мы сейчас относительно богаты Беззащитны И можем стать жертвами набегов и нападений приятелей Опасненько Очень многие игроки в ДФ придумывают самые разные идеи для будущей Обороны, начиная с механических мостов И оканчивая множеством орудий Пушек, ловушек и даже взрывчатки Я же решил пойти немного другим методом А именно воспользоваться дурами природы Река — это бесконечный приток воды Грамотный человек может использовать его как отличную защиту Двери и стены можно сломать, а вот через воду пройдет не каждый Я решил прорыть пещеру, ведущую главному входу в наше подземное население Но сам вход перекрыть особым шлюзом Что открывался и закрывался бы по нашему желанию Но перед этим я затопил хату шерифа, потому что мусора сосать Порываем тоннель и параллельно создаем особые шлюзы Что будут контролироваться нами через особые рычаги И я случайно затопил все наше подземное поселение Потому что параллельно с этим уничтожил людских караванчиков Дабы украсть их добро и если что потом заныкаться у себя в логове и водичкой спрятаться там Да, что-то немного не по плану Все, пошло Но я не хочу терять такое шикарное жилище с множеством серебра внутри Вы посмотрите сколько кубков Надо устранить потом Но как? Ответ достаточно элементарен, друзья мои Нет ничего невозможного в этой игре Я имею кое-какие банальные знания физики еще с школьных времен Все, что нам нужно, это выкопать отдельный ров Чтобы река утекла в другое место И это не сработало Ладно, второй план Я думал построить банальную плотину Но из-за глубины и мощности реки сделать это не удалось Тогда я решил пойти на хитрость Очень многие подземные реки перекрывают банальным обвалом сверху Эту реку я также обвалю Я всего лишь построю мост из мрамора над руслом А затем прикажу дворфам обломать его подпорки И работяги обвалили мост себе на голову и умерли А река так и не перекрылась В таверне трупы торговцев И следы от кровавой бани Товары не тронуты А с наступлением вечера Мидии на ужин Так никто и не подал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok